Экранные функции программы. Часть третья. Совмещение лекал. Для проверки сопряжения лекал, моделирования, выполнения других функций, в программе возможна работа с группами совмещенных лекал. Создание групп совмещенных лекал выполняется одной из пяти команд экранных совмещений. Чтобы совместить лекала в точке, нужно указать точку на первом неподвижном и втором смещаемом лекале. Теперь, например, перемещение лекал по экрану выполняется для группы, а не для одного лекала. Чтобы совместить лекала по четырем точкам, нужно указать две пары точек. Первую точку одного и второго лекала, затем вторую точку одного и второго лекала. Если расстояние между точками разное, вторая пара точек может не совпадать. Чтобы совместить концы участков, нужно указать конец первого участка рядом с конечной точкой и конец участка второго лекала. При этом концы участков совмещаются. Чтобы совместить продолжение концов участка, нужно указать конец участка первого лекала рядом с конечной точкой и конец участка второго лекала. Продолжение концов двух участков совмещается. Можно группы совмещать между собой, создавая из двух, трех групп одну. Долевые линии группы выделяются одним цветом. Долевые разных групп окрашены разным цветом. После совмещения лекал, созданная группа работает как единое лекало при выполнении функции. Например, можно переместить группу по экрану, повернуть на 90 градусов и так далее. Можно пошагово отменять последние команды для группы лекал. Можно разрушить группу, одну или несколько, и вернуть лекала в исходное положение. Работа с группами лекал. Работа с группами совмещенных на экране лекал применяется в программе при нанесении линий по разным лекалам, при моделировании и других операциях с лекалами. Например, указывая участки нескольких совмещенных лекал, выполняем сборку нового лекала. Или выполняем построение лекала обтачки и так далее. Можно выполнить проверку сопряжения на группе совмещенных лекал. Например, для корректировки сопряжения выполняем сплайновую деформацию, удерживая клавишу клавиатуры Shift и указывая участки разных лекал группы по часовой стрелке. С помощью клавиш клавиатуры Up и Down можно менять количество рабочих точек деформации. Корректируем форму Proim. В режиме работы со всей разводкой форма меняется по всем размерам. Можно просмотреть сопряжение в каждом размере. А перейдя в режим работы с одним размером лекала, можно вносить изменения в любой размер, не затрагивая остальную разводку. Возвращаем режим работы со всей разводкой. Аналогично можно проверить сопряжение участков горловины и проймы при стачивании плечевого шва и так далее. Например, корректируем форму горловины и спинки. Режим перекатывания, то есть поворота лекал одной группы по участкам другой, используется для проверки сопряжений, например, между рукавом и проймой. После создания двух групп лекал на экране, нужно выбрать команду перекатывания. Указать участки на первой группе по часовой стрелке, удерживая клавишу shift. Щелкнуть правой клавишей мышки и указать участки второй группы. Указать точки совмещения на первой и второй перекатываемой линии. Выбрать направление наложения групп с совпадением направления надсечек групп или нет. Группы совмещаются и можно поочередно указывать неподвижную линию в разных местах, перекатывая по ней вторую группу линий. При необходимости можно корректировать форму линий с функцией деформации, либо смещая точку в другую указанную точку. Даже после отключения функции перекатывания, можно вновь выполнить эту команду, нажав клавишу control для продолжения перекатывания. Разрушаем группу для прекращения выполнения этой функции. В специальном запрещенном режиме отключается чувствительность лекала. То есть для данного лекала отключается работа всех функций, которые вносят изменения в лекала. И можно выполнять лишь экранные операции. Лекала в запрещенном к изменениям режиме окрашивается другим цветом, согласно цветовой настройке для этого режима. Для возврата чувствительности лекала повторно выполняем функцию. Работая с группой совмещенных лекал, можно отключить чувствительность только одного лекала группы. Для этого необходимо указать лекало, удерживая клавишу клавиатуры control. Это позволяет корректировать лишь один из двух совпавших участков. Группы линий. Для проверки сопряжения лекал, моделирования других функций, возможно работа не только с группами лекал, но и с группами отдельных участков лекал. Группы линий можно создавать из участков любых контуров. Работать с группами можно так же, как и с лекалами. В том числе можно совмещать между собой группы линий и лекала и проверять сопряжение участков. При этом любая корректировка формы на группе линий тут же выполняется и на исходном лекале. Ведь группы линий это фактически вторые экземпляры лекал, видимые на экране частично. А все экземпляры одного лекала меняются на экране одновременно, так как в базе это одно лекало с единым именем. Убрать линии с экрана можно так же, как лекало. Например, для просмотра и корректировки выточки в закрытом виде необходимо создать группу линий и одной из команд совмещения визуально закрыть выточку на экране. Откорректировать форму линий, но при этом одновременно меняется и лекало оригинал. При создании групп линий для отмены ошибочного выбора нужно повторно указать тот же участок. Выбранные линии выделяются цветом согласно цветовой настройке программы. А работая в цветовом режиме лекала, можно менять цвет групп прямо на экране. Группы линий используются при моделировании, например, для нанесения модельных линий через визуально закрытую выточку, а также для сборки лекал и других операций.